Здравствуйте, я Коннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Вы сегодня подключитесь к этому. Мы отлично проведем время, говорю вам. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя сегодня за эту передачу. Да. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум для откровения с небес. И мы благодарим тебя за него, мы принимаем его, мы имеем уши слышать. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Сегодня особый день откровения, говорит Господь. Откройте свое сердце, откройте свой разум для того, что у меня сегодня есть для вас, о чем большинство из вас никогда не слышало или не думало. Итак, радуйтесь и понимайте, что я посреди этого, говорит Господь. Да, мы принимаем это. Слава. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Аллилуйя. Что за день? Это очень необычно. Это очень необычно. Господь просто... Мы слушаем. Слово от Господа пришло прямо в самом начале передачи, не так ли? Аминь. Я хочу представить вам одного особенного человека, который появился внезапно в славе в моей жизни. Это просто удивительно. Прошлым летом Глория служила вместе с этой молодой женщиной и вместе с Келли на Гавайях. На женской конференции в Гонолулу. И Глория, вернувшись домой, говорила об этом. И Келли, вернувшись, говорила о ней, о ее служении и о ее жизни. Что ж, конечно же, я должен был подключиться к этому. Я начал читать ее книги и подумал, да, вот что, мы пригласим эту женщину на нашу передачу. Хвала Господу. Поэтому давайте вместе поприветствуем доктора Кэролан Лифф. Большое спасибо. Спасибо. Кэролан, большое спасибо за то, что вы приехали к нам на эту передачу. Большое спасибо. Мы любим и ценим вас. Для меня это такая честь. Я не знаю, где вы в последний раз... Вы просто ворвались в нашу жизнь, и, боже мой, это такое благословение. Спасибо вам. Кэролайн. Нейробиолог. И позвольте мне сказать вам, что это такое. Она знает хорошие вещи о вашем мозге. Она занимается исследованием мозга. И нужно иметь много ума, чтобы исследовать ум. И у нее есть ум, чтобы это делать, понимаете? Слава Богу. Аминь. Давайте откроем второе послание к Тимофею. И мы посмотрим. Я хочу прочитать шестой и седьмой стихи. Первой главы. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, или здравого ума. Аминь. Слава Богу. И прежде чем мы начнем говорить об этом, я бы очень хотел, чтобы вы поделились своим свидетельством и рассказали немного о себе. У вас на телевидении уже есть своя аудитория. И я не знаю, где был я. Вы были моим учителем. Вы этого не осознаете. Практически 30 лет вы были моим учителем. Вы с Глорией в буквальном смысле научили меня всему, что я знаю о том, что касается Слова Божьего. Каждая ваша книга, каждый ваш DVD, каждая ваша кассета, в те дни, когда еще были кассеты, у нас все это было. Это было прямо из... Какая честь слышать это. Поэтому вы были моим учителем, даже не зная этого. Знаешь, Глория, как в одном из комментариев говорилось, она одна из нас. Я одна из вас. И затем я узнал, что вы приехали из Южной Африки. Да. И, конечно же, у нас есть офис и сотрудники в Южной Африке. Уже многие-многие годы. Да. Мы снова будем там в следующем году. О, это замечательно. Слава Богу. Мы будем в Рэма. Это замечательно. Это то, откуда мы. Да. Именно там маг родился свыше. Как вы сказали мне утром. Да, верно. Я проповедовал там, и ваш муж родился свыше. Да. Разве это не потрясающе? Нет, такой маленький. Потрясающе. Это полностью изменило его жизнь. Это потрясающе. Вы полностью изменили его жизнь. Каждый раз, когда ему хотелось потянуться к бутылке, он тянулся к одной из ваших книг или кассете, или девяти, не важно. И полностью освободился от алкоголизма, и стал воином для Бога и Духа Святого, и ходячей Библии. Боже Богу. Все изменилось. Все это изменило весь ход нашей жизни. Вот что так здорово. Да. В жизни и хождении в вере. О, безусловно. Божественные контакты. Да. И ты не знаешь, куда они приведут. Мы многие годы смотрели ваши передачи, поэтому быть сейчас здесь с вами, об этом можно было только мечтать. Это честь. Слава Богу. И для нас, конечно же, честь то, что вы здесь. Расскажите нам немного свою историю. Я нейробиолог и изучаю когнитивные познавательные способности и проблемы, связанные с коммуникацией. Поэтому я изучала мозг, как вы сказали, и как то, что мы говорим и что мы делаем, отражается на том, что мы думаем. Поэтому я изучала мыслительную деятельность, как мы мыслим, что такое ум, как ум изменяет мозг, как ум вводим духом, что собой представляет эта связка дух-душа-тела. И я смотрела на это с духовной точки зрения, и затем, как ученый, я смотрела на это в целом, как ум изменяет мозг, потому что я вижу ум и мозг как отдельные вещи. Я 30 лет занималась научно-исследовательской работой. Я сделала много научно-исследовательских проектов. Мы и сейчас занимаемся научно-исследовательскими проектами. Я 25 лет была практикующим врачом. И вот последние 6 лет я езжу по всему миру, уча о связи между наукоизучающей мозг и Библией. И у меня сейчас есть своя телепередача. По сути, это все, что я сейчас делаю. По 4 или 5 дней в неделю я на конференциях. Очень часто по воскресеньям я проповедую в церквях. Если бы вы сказали мне несколько лет назад, что я буду это делать, я никогда о таком и не мечтала, потому что я была преподавателем, ученым, практикующим врачом. Сейчас я учу об этом по всему миру. И я проповедую, как я уже сказала, очень часто по воскресеньям в церквях. И учу людей, что у нас есть любовь, сила и здоровый ум, что это нормально, что мы можем выбирать, что мы можем контролировать, что мы можем избирать жизнь. Мы можем радоваться, несмотря на обстоятельства, что то, что говорит Слово Божье, действительно истина. Знаете, наука является замечательным, осязаемым мостом между духовной и практической реальностью жизни. Потому что мы берем Слово Божье, и мы верим Ему, и вы любите Его. А затем в реальной жизни вы должны избирать жизнь. Иногда нет связи. И я вижу, что благодаря науке можно замечательным образом построить мост между первым и вторым. Я родилась выше много лет назад. Мне было 9 лет, когда я родилась выше. Поэтому я практически всю свою жизнь была христианкой. Поэтому для меня это вполне естественно, как для ученого, соединять ее со Словом Божьим, потому что Бог все сотворил. Поэтому я рассматриваю науку как то, через что Бог открывает, как Он все сотворил, как работает наш мозг, как мы функционируем физически, как функционирует физический мир, чтобы помочь нам приблизиться к Богу. Поэтому во многом я рассматриваю науку именно таким образом. Научный мир в общем и целом проигнорировал Слово Божье. Да. Но все потому, что им потребовалось много времени, чтобы нагнать его. Именно. Отстала не Библия. Нет, вовсе не она. Отстали они. И они по-прежнему отстают. Но если бы они начали со Слова Божьего, они продвинулись бы намного дальше, чем они пока продвинулись. Совершенно верно. Потому что старые научные открытия одно за другим умирают. Поэтому, когда что-то открывается, тогда возникает что-то новое, и что-то приходится изменять. И что-то постоянно продолжает изменяться. Понимаете, они принимают науку как что-то фактическое. Все оно так. Вот доказательства. Через пять лет это оказывается полностью неверным, и возникает что-то новое. Как будто Бог вдохновляет и открывает мало по малу. Поэтому Он вдохновляет ученых открывать. Но если они не признают, тогда Он открывает следующий уровень и следующий уровень. И сейчас в научном мире происходит что-то беспрецедентное, чего раньше не происходило, а именно порядка 20%. Я думаю, что от 20 до 25% ученых, которые не верили, сейчас начинают верить. Потому что наука выходит на настолько революционный уровень, что традиционный эволюционный подход просто не работает. И большинство ученых скажут, если вы спросите у них, зачем они делают то, что они делают, те, кто занимается квантовой физикой, и другие действительно умные люди, если вы спросите у них, какова ваша цель, они всегда отвечают, мы пытаемся узнать, кто мы и откуда мы пришли, что возвращает нас к тому, что вы только что сказали. Мы знаем, кто мы, и мы знаем, откуда мы пришли. Мы от Бога. Понимаете? Поэтому, как сказано в первой главе Колоссянам, я думаю, это с 15 по 18 стихи, мы все пришли от Бога, мы все одно с Богом. И именно на это указывают все признаки. Вот почему мне это нравится. Слава Богу. Потрясающе. Аминь. Вы затронули Действительно Помоги мне, Господь. Откровение Слова Божьего Такое, как пленяя всякое помышление в послушании Христу или в послушании Его помазанию и не спровергая замыслы, аргументацию во втором Коринфянам 10 главе в 3, 4 и 5 стихах, где говорится о том, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И я увидел в Слове Божьем то, что мы были сотворены иметь твердыни, но нашей твердыней должно быть Слово Божье. Да. Нашей твердыней должно быть хождение в любви Божьей и в силе прощения. Да. Это наделенные силой вещи. Они сильные. Вот это слово, переведенное как сильное, означает способность совершить что угодно, возможное или невозможное. В буквальном смысле помазание живого Бога, которое пребывает в нас. И это означает, что твердыня чего-то другого, о чем Бог не сотворил нас думать и помышлять. Думайте только о том, что является хорошим, справедливым, любезным, достославным, что только добродетели, похвала и так далее. Когда вы выходите за пределы этого, вы оказываетесь в опасной зоне. Безусловно. И затем ко мне попала ваша книга. Я сидел и читал ее, и я думал, о, да. И вы там пишете о том, что наш мозг создан для любви и прощения. Здорово. А разве не так? Да. Вот что просто шокировало меня. Вы пишете, когда вы думаете о чем-то отличном от этого, вы фактически повреждаете свой мозг. Вы физически повреждаете свой мозг. Я подумал, о, о, о. Разве это не удивительно? Есть так много открытий. Я прихожу в восторг каждый день. Именно для этого у меня здесь есть эти деревья, чтобы подчеркнуть то, что вы только что сказали, поскольку вы отметили действительно хорошую отправную точку для понимания этой концепции. Потому что, как вот это зеленое дерево представляет зону любви, поэтому, если вы думаете о том, что мы созданы для любви, у нас есть дух любви, силы и здравого ума. Поэтому это зона любви. У нас нет духа страха. Это зона страха. Итак, это зона любви, а это зона страха. Мои мысли — это что-то реальное. Они занимают реальное место, потому что Бог говорит, пленяйте всякое помышление, всякую мысль. Поэтому, с точки зрения науки, мы видим следующее. Сейчас, когда вы меня слушаете, я генерирую сигнал. С квантовой скоростью ваш мозг обрабатывает этот сигнал. Это активирует вашу ДНК и запускает процесс синтеза белка. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...